здравствуйте дорогие друзья я хотел с вами поделиться мыслью и спросить бывает ли у вас точно так же как у меня мы возобновили наши спорт занятия с моей подругой машей секундочку вот походу я короче не выйду здесь за что это такое вообще приехали кстати фитнес мест парковочек вообще нету парку на парковке мест нету но думали сейчас будет спортзале куча народу в спортзале никого я так и не понял куда все эти люди приехали почему здесь мест нету а в спортзале свободно так вот какая у меня мысли скажите кто занимается фитнес кто как-то поддерживает себя все мы людям любим пожрать но по крайней мере большинство из нас я так это вообще несмотря на то что после операции все но все равно пожрать люблю сладенькое все это люблю почему когда ты позанимаешься такая легкость такое какой-то прям вот такой тонус примут все мышцы все такой кайф мы всегда смажем после сидим в кафе всегда выпьем кофе очку и там соответственно в кафе продается и еда там всегда такие вкусные салаты правильные такие витаминные и ну я там пока один раз брал какой-то котлеты куриную а так время какие-то салат вот и сейчас я взял листья салата а в них так дайте посыпано брынза с этими и посыпано каким-то видимо лимонным таким соусом вкуснятина нереально прям чувствуется здоровое питание и еще гранат вот прям вот чувствуется такое знаете вот съедаешь ты понимаешь что это правильно здоровая еда и наелся и ты позанимался ты такой выходишь у тебя такое состояние просто думаешь на все килограмм пять точно еще скинул ты весь такой здоровый бодрый витаминный и чему это все рассказываю потому что ты приезжаешь домой или в час я пойду хизри и все это куда-то состояние уходит в один момент когда ты видишь какой-нибудь кумыкский хинкал чебуреки пирожки дагестанская какая-нибудь там не знаю чуду а вот вот скажите у вас тоже так здесь даже не хочется даже не вспоминаешь в этом спортзале и в кафе чтобы съесть что-нибудь от чего можно потолстеть ну да приезжаешь к вы куда-то домой это состояние уходит вот скажите у вас так бывает у меня это такое всегда хоть прям живи в этом спортзале и питаясь только вот из этого кафе правильными салатиками такая вкусная я даже я даже пытался такой сделать салат дома я купил пошел брензу я купил эти листья салата сделал вообще не то вообще все не то и бренза не то или салата не те не знаю ребят ой не знаю смотрите пол седьмого а уже светло это первый наверное как это называется весточка что все-таки весна первый признак что все-таки весна пришла день стал длиннее но на улице по-прежнему ужасно сырость и грязь 1 1 1 все-таки с микрофоном и прямые эфиры смотрю свои пересматриваю и эти все таки прям не нарадуюсь я хорошее качество потому что все таки в машине бывает прислушиваешься только вот на двоих когда вот захаровым мы сидим захарова все хорошо многие там писали давай больше захарова ребят да я бы хоть каждый день и захарова это он у контриль за и димаша вы все кому вы любите я знаю я буду целыми днями бы снимал бы с ними видео но если бы была такая возможность ребят захаров и по-прежнему в турции уже две работы сделал в чем мы здесь сидеть там еще намечается там кастинге он ходит поэтому он сидит до конца у него в конце марта день рождения мы там кое-что планировали но пока неизвестно вернется ли он к дню рождения так а шуту здесь у нас по закрывали вот все мои мысли что я хотел сказать я не знаю может быть это я видео вставлю дня рождения панфиловых я уже запутался мне столько материала я так радуюсь когда у меня есть материал ребят вы не представляете меня день рождения панфиловых наверно сюда вставлю то но сегодня за за вышло завтра вот это выпущу плюс цирк я был в цирке ребят это просто невероятное зрелище я специально теперь буду заранее продвигать и рекламировать свои ролики они делают из этого тайну иногда буду делать тайны но иногда нужно я просто настоятельно всем вам посмотрю рекомендую посмотреть это будет нарезка конечно же потому что там музыка потому что там все но в самые важные моменты это королевский цирк ги и радзе мы ездить специально в тверь многими описали в комментариях в директе в инстаграме где это куда это где это посмотреть потому что действительно шоу цирковое просто невероятное она будет может быть москве по этому поводу и ездили кстати вот но она в регионах идет поэтому мы ездили в тверь чтобы посмотреть программу у него четыре программы я вот одно видел просто там такие костюмы там такое еще шоу поэтому она выйдет скорее всего в среду да наверное все а я вас всех обнял приподнял поцеловал все сделал до новых встреч пока пока куда ты лезешь а моя куколка девушка селись за рулем все пока пока друзья привет доброй ночи вторая часть этого видео будет не очень приятная но как бы мне не хотелось говорить на эту тему все-таки периодически нужно говорить потому что на днях я получил сообщение она попала в спам от моей давней подписчица который был такой прямо крик души и отчаяния от обиды что на моем канале стало невозможно высказывать свои мнения особенно что касается своих музыкальных предпочтений скажем так начнем издалека это все началось после видео с хорошим медведем буквально на этом месте который тоже имел неосторожность понимаете меня уже люди мои даже какие-то там друзья уже просто боятся говорить на тему димаша потому что понятно чтобы большое количество людей на моем канале пришли на димаша и которые считают что кроме него ну для них я прекрасно понимаю что для них он номер один и что других артистов не существует ребят я вам хочу сказать что не все так думают понимаете это что ваше мнение не сходится с низ их мнением в этом так бывает так ну не все одинаковые понимаете хороший медведь во время прямого эфира тимофей высказался а димаше неплохо высказался он с большим уважением к его таланту ко всему но просто вот ему не зашел он понимаете как как говорится ну не до мурашек вы тут же прям эфире мы написали что я не понимаю тех людей которые не вызывают мурашек тоже тихо ребят ну так бывает понимаете ничего я еще свожу медведя на живой концерт может быть он почувствует эти мурашки понимаете я вас прекрасно понимаю но ребят ну будьте как-то в комментариях там просто я зашел когда-то там я просто был в шоке там чуть ли не война разыгралась это уже не первый раз понимаете эту тему все время пытаюсь обходить и не поднимать эту волну какую-то но это правда неприятно ли это девушка женщина мне написала бит макс это стало просто невыносимого другой и как приятно с другой стороны читать комментарии когда кто-то из дирс написал что макс когда ягод пришла к тебе из-за димаша я считаю что это лучший певец для меня и до мурашек и все и все все но я никогда в жизни не буду говорить плохо и отзываться тех о людях которым он не зашел который не возбуждает ну такие эмоции как у меня я с ним полностью согласен ну вот я дайте честно просто настолько обидно и неприятно что на моем канале вот такое происходит но как-то будьте я не знаю ну я понимаю что для вас это вот все а вот для кого-то не все для кого-то существуют другие певцы кто-то фанатеет от других людей кто-то вообще ни от кого не фанатеет понимаете кто-то просто вот живет своей жизнью и ему нравится тот тот этот в общем тоже не гремит своими кастрюлями просто захотел вам это сказать и ну как-то будьте добрее но я понимаю и вас и и других и всех тем более сейчас когда нет совсем видео про димаши понимаете с одной стороны я конечно безумно рад что такое количество ко мне пришло но получается что я теперь не могу уже не раз было же я не могу про другого певца сказать меня тут же гнобят что ты кого нам показываешь это было поначалу кстати протеону тоже понимаете другое дело что я когда ближе вас не познакомил вы поняли какой она человек и все пытаются практически столкнуть то про кантемира понимаете то что у нас нет я когда-то в прямом эфире высказался что у нас не совпадали с ним никогда политические взгляды так меня и тут же обвинили понимаете а несмотря на то что у нас не совпадают с ним политические взгляды мы это не мешало нам всегда дружить и мы и дружим до сих пор понимаете дай бог будем дружить и нас никогда это из-за этого мы точно не поругаемся но люди нас тут же написали у него там под видео типа мол кого-то пригрел посмотри твой друг сидит там значит если он против если у вас разные политические взгляды значит он за за правительство за президенты за счет за то что тебя посадили арестовали то есть просто сталкивают лбами понимаете но у меня многие у нас вниз не совпадают и что это не мешает нам дружить и общаться причем здесь это вообще получается что вообще ничего нельзя только вот есть вот ваше мнение вы так считаете я у себя на канале не могу сказать то что я думаю но это же бред согласитесь про наталью фалькона мне постоянно пишут уйми свою подругу то своими политическими и этом взглядами то она там дружит с ордором миланом который вечно сравнивают с димашем что якобы она раз она дружит с ним начало против димаша ребят это вообще это просто бред почему я должен навязывать свое какое-то мнение и учить жизни взрослую женщину это ее это вообще ее друзья это ее круг общения почему и указывать мог бы к прополитику и этом в общем я не знаю у меня тогда просто читаю думаю вы люди вы с ума сошли остановитесь просто остановитесь вас несет не туда если он не нравится в наталья фалькона я здесь причем вы мне зачем пишите чтобы я и угомонил свою подругу вы серьезно ладно все я бы знаю что у меня все-таки у меня очень адекватная публика и вообще такие разговоры бывают редко поэтому давайте как-то подобрее к друг другу быть спасибо вам большое я вас всех люблю обнял приподнял доброй ночи доброе утро у кого что добрый день завтра будет утро завтра будет хорошее настроение все целую пока пока как четко сделать там о доброе утро друзья почти солнце пробивается там сквозь тучки дальше что я хочу сказать вчера побухтел побухтел вот это вот мысли вслух так сказать разговор неприятный ну так сказать бухне тимошка не мигалова бухне тимошка меня услышал и все сделал чтобы это вот так выглядит теперь мои это лучше они работают заряжаются выглядят они вот так вот максимально странно они просто вот так вот упали так плашмя так дзынь и все и усе представляете узнавал уже по гарантии поменять невозможно потому что больше года прошло и я их покупал в америке когда мы были на творческом вечере игоря кличку ртова только замена а замена стоит 8000 это еще не официалов официалов на тысяч двадцать будет стоить не знаю тысяч пятнадцать но прикол в том что они же герметичные они водопроницаемые а после замены они будут проницаемые представляете какой ужас ну ладно сейчас я пойду дойду до машины покажу вам поделюсь что мы все-таки купили на маме мама правда сама еще не видела подарок с вами я поделюсь по секрету вы же ей не расскажете не ваша прям уже каждый в нем все теплее теплее тоже только не по грязи что ж ты по этим мужем как сайгачишь как сумасшедший побежал 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 вот смотрите какое у нас здесь озеро надежды всегда у нас здесь и зимой и летом когда дождь все затапливается они здесь насосами откачивают даже и тем более сейчас когда все это тает и тем более посмотрите какие у нас альпийские горы здесь снега черный снег вот это будет точно таять до мая месяца просто тихо посмотрите какая красота чернее атомной войны просто почему они такие грязные сугробы не знаете вот почему они такие грязные это вот это с неба нам на голову падает такой ужас да тош пошли ты будешь очень хорошо смотреть Тоша тебя куда понесло то ты будешь прекрасно смотреться на фоне этой грязной кучки пошли пописюкал Тоша я только не на помойку умоляю иди сюда не туда сюда пошли 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 мне нравится когда Тоша по лужам скачет он так аккуратненько прям аккуратненько такой знаете интеллигент по лужицам по этим цок 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 ага и встал интеллигент кто же мне еще ребята ребята вы уже догадались что за подарок мы купили маме знаете я так вот такой раз раз вы встречали такой вот у меня Тоша ну посмотрите какой маленький нежный милый и его иногда боятся здоровые взрослые мужики прям шарахаются прям бегут прям вот так вот сейчас парень шел он даже он говорит извините я не пойду я говорю ты что прикалываешься это же маленькая собачка он говорит вот не знаю маленьких боюсь и все больших не боюсь там немецких овчарок а маленьких боюсь я говорю серьезно ну как можно это чудо бояться я это встречаю не первый раз даже какой-нибудь придет ко мне это да курьер прям аж отпрыгивают тоже же выбегает встречать как положено гостей с культурно воспитанный парень а они отдают что-нибудь и бегут сразу ну конечно друзья это айфон это айфончик красивого красного цвета посмотрите какой это модель по-моему xr называется или rx это перед это была модель перед одиннадцатым он еще ну как бы это не не старая модель но маме не нужен навороченный одиннадцатый двенадцатый это я фанатею мне нужно менять каждый год для мамы это то что нужно и по размеру по памяти сто двадцать восемь гигабайт в общем это наш подарок от всех от брата от папы от меня потому что мама уже настолько старый телефон уже глючит поэтому вот решили подарить не пойму я тут написано и вот такой чехольчик прозрачненький чтобы было видно красноту а потом захочет помимо краснота надоест можно одеть чехол и будет ее не видно вот знаете да фишку новых айфонов во первых здесь зарядка стала type-c или как она там правильно называется и теперь у них нету как это блок питания вилки вставлять только кабель представляете и это уже даже в моем двенадцатом понимаете который стоит пол моей машины и не положить зарядку это вообще конечно чтобы они там борются с экологией какой-то я не знаю а чтобы понимали этот блок стоит отдельно 4 500 ничего личного только бизнес все мамуля пользуйся на здоровье как поправитесь приеду настрою все сделаю красиво солнышко все-таки выглянуло все ребята я вас всех обнял приподнял поцеловал спасибо всем большое если что не обижайтесь но я не могу этого не сказать потому что спасибо вам во первых за поддержку всегда у меня невероятная на самом деле аудитория которая меня всегда поддерживает но иногда просто некоторые люди такое ощущение что сидят и ждут для того чтобы кто-то где-то что-то сказал и что-то как будто развязать войну какую-то зачем это нужно я не знаю но я вас по-прежнему люблю и обнимаю приподнимаю целую все пока пока все пока